Михайловский район рядом с Малиновым озером, 40 километров примерно до границы с Казахстаном. Сейчас здесь тихо и мирно, однако в считанные секунды это место может превратиться в ад. Сухая трава, хвойные леса, отличное топливо для огня, не случайно пожары здесь нередкое явление. А вот этот игрушечный поселок тоже типичное поселение здешних мест, которое в том числе обязательно нужно спасти пожарным. Совсем рядом деревня Николаевка. 9 лет назад она сгорела до тла из-за пожара, пришедшего со стороны Казахстана. Сегодня по сценарию пожар из-за грозового разряда возник на российской территории. Он угрожает домам, из которых уже эвакуировали людей. Удастся ли отстоять населенный пункт? Мы все-таки прогнозируем, что условия будут наихудшие. При штормовом сильном ветре, штормовой ветер более 25 метров в секунду, скорость распространения огня по траве достигает 8 метров в секунду. Увы, несколько условных домов были обречены. Теперь главное не дать перекинуться огню на деревья. Если начнется верховой пожар, он пройдет десятки километров, уничтожая все на своем пути. Поэтому важно убить его в зародыше. Очаг опахивают, делая особые заградительные полосы и начинают тушить. Как получилось? Красиво, хорошо, все удачно, отработали нормально. Огонь – враг серьезный. И чтобы победить ему, ему нужно противопоставить высокую организацию, взаимодействие, высокую вывучку личного состава, единую методологию подходом. Потому что огонь что на казахстанской стороне, что на российской, он есть огонь. Нас заверили. За последние годы взаимодействия сторон отработаны досконально. В случае пожара сигнал быстро передается всем службам по обе стороны границы. И, соответственно, сосредоточиваются силы средства и направляются к границе. Независимо от того, что она перейдет, не перейдет. В случае перехода, соответственно, уже поднимаются меры. А здесь рассматривают вопрос и оказания помощи не только, скажем так, при переходящих, но и помощи на территории другой республики. Службам еще предстоит сделать выводы. Но, как нам сказали, на первый взгляд обе стороны отработали хорошо. А возможность проявить свои знания и умения в реальных боевых условиях может появиться уже в ближайшее время. С начала апреля в приграничных районах произошло 7 крупных пожаров. И это при том, что пожароопасный сезон еще только начинается. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.